Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня поговорить о вопросе, который мне задают многие ученики Можно ли есть молочно-кислые продукты? Я отвечаю Согласно моему учению все молочные продукты, включая молочно-кислые йогурт, простокваша брынза они идут из пастеризованного молока как я уже говорил, они очень профимичены и вот эти химические элементы как бы мы ни квасили они остаются включая сметану и они, когда вы потребляете дают большую нагрузку на печень это яды даже может быть хуже, чем алкоголь для того, чтобы расщепить и обезвредить печени нужно в десятки раз больше напрягаться и так много ядов попадает с пищей, с водой, с воздухом еще дополнительная нагрузка значит нас как бы гипнотизируют что без молочных продуктов нельзя об этом даже говорит и аурведа но это было 5-6 тысяч лет тому назад и мы не знаем какой процесс они делали при заквашивании естественно даже когда я был мальчиком у нас в Узбеке делали закваску из неспастеризованного молока то есть все кисломолочные продукты были из неспастеризованного молока и естественно была большая часть пользы так вот эти все кисломолочные продукты до 20% может быть дают пользу из-за этих палочек кисломолочных а на 80% они даются в бред и чтобы это понять как я уже говорил что природа она не предназначила на пищеварение ни желудок ни наши клетки они не могут воспринимать вот эти пастеризованные белки жиры и углеводы и большинство народностей вот они не могут рассчитывать это они практически не потребляют никакие молочные продукты к ним относятся китайцы корейцы и японцы если они потребляют только в очень маленьком количестве я никогда не видел чтобы в ресторанах были молочные продукты как в китайских так и японских ресторанах далее мы видим что ученые доказали что молочный сахар в молоке он переваривается и там переваривание переводится эти углеводы коровьего молока в глюкозу и галактозу так вот галактоза она практически не усваивается она накапливается а то превращается в жировые клетки так вот эти жировые клетки начинают заполнять все тело это не только молочные продукты еще другие пустые мертвые продукты питания сначала начинают насыщаться наполняться жировыми клетками мышцы потом мышцы сердца потом это все распространяется на бедра на живот на лицо на шею и как бы человек зарастает этими жировыми клетками это паразитические клетки они практически кроме вреда пользы никогда не приносят и их с ними надо бороться то есть нужно как бы прекратить принятие всех молочных и молочных иислых продуктов кстати вы меня можете поздравить уже около трех месяцев для меня не существует ни молоко ни молочных продуктов я обещал себе что всегда до конца моей жизни я никогда не буду потреблять и молоко и молочных продуктов мне надо освободиться и очиститься потому что и все клетки включаем мозговые клетки в сосуды они забиваются поскольку очень много слезеобразующих веществ отходов при переваривании и все лекари древние и современные утверждают что если человек хочет избавиться от аллергии и других болезней включая артерийский рот нужно убрать все молочные продукты включая молочные кислоты как я уже вам сказал что я ушел от многих ядов и продуктов питания но больше всего я как бы был прикован и привязан к вот этим молочным продуктам ибо это пристрастие у меня осталось с детства и мне было тяжелее бросить молочные продукты чем наркотики то есть я принимал около года марихуану и продукты конопли но от них я ушел очень легко и это я просто делал в целях обследования я нашел что лучше конечно если уж курить можно немножко курить марихуану она не дает такого пристрастия как табак так вот ученые уже установили что от табака умерло миллионы людей а от марихуаны еще никто не умрет поэтому пропаганда есть пропаганда с целебной точки зрения если есть показания я как бы не против рекомендовать разные разные виды марихуаны для того чтобы убрать стресс и депрессию но это все временно являет единственное исключение друзья я хочу сказать что если человек болен и даже очень сильно болен есть такой прием пить парное молоко это не на всю жизнь это временно но может полтора два месяца максимум парное молоко это с момента дойки коровы до шести часов шесть восемь часов максимум что важного знать в парном молоке имеется молозив или колостром мы его называем оно дает очень сильный иммунитет при рождении ребенка у матери в грудном молоке имеется колоссальное количество колостром от которого зависит иммунная система ребенка и если ребенок какие-то несколько недель принимает это молоко то ему обеспечено хорошее крепкое здоровье и пропилактика от каких-то инфекционных заболеваний и получается контроль вот эти кисломолочные палочки они контролируют гниющие бактерии и вся инфекция которая заводится она как бы контролируется этими кислотными палочками их три бифидус болгарикус и ацидорфинус самая сильная палочка это бифидус еще хочу вам сказать друзья почему люди зомбированы на том что без молочных продуктов нельзя жить однако как я сказал и азиаты и японцы и китайцы практически не едят молочные продукты а если едят очень много второй миф что там имеется много полезных веществ кисломолочных да там имеется но они не доходят до толстого тишечника поэтому если вы хотите запустить вот эти кисломолочные бактерии которые необходимы то нужно купить в магазине здоровья или же в аптеках есть специальные вот эти пренги бактерии дружественные бактерии их три они как бы продаются или в капсулах или в порошках и вот если взять 2-3 капсулы и развести на полстакана тёплой воды и сделать клизмочку и подождать 10-15 минут вот они всасываются и они начинают прорастать и вырабатывать вот эти нужные нам бактерии то есть когда мы потребляем как будто даёт пользу но практически при переваривании все эти нужные бактерии они как бы расщепляются уничтожаются я говорю мнение известного учёного доктора Дженсона поэтому вот в клизмочках сделать 5-6 раз или после очистительных клизм можно запустить вот эти пренгли дружественные бактерии в заключение я хочу сказать друзья что не просто вам бросить вот эти но самое главное что можно и нужно бросить и процесс этот бросание он связан как бы с ломкой но самое главное если вы измените свое сознание то естественно вы поддавите всякие желания пристрастия как это сделал я и даже если я захожу в магазин меня абсолютно не интересует молочная продукция я уже не скучаю уже достаточно была ломка но я ее просто превратил как бы изменил и трансформировал в другие продукты которые дают намного больше пользы чем молочная киска и все молочные продукты удачи вам друзья и счастья